А, нет, это вот я, ну, на преподавателя. Такого еще не было. В этом видео Акстар в образе малыша пытается устроиться в музыкальную группу, а также в школу преподавателям. Посмотрим, как они изменят свое мнение, когда услышат, как этот малыш вжаривает. Пэс, Паша не просил меня это записывать, но, ребят, давайте поддержим его лайком. Вот 100 тысяч лайков ради Паши. Просто тыкнуть и все. Ну, если хочешь тыкать в лайк, то тыкни в Пашу. Ну, сам уже определись. Приятного просмотра! У меня есть две новости, хорошая и плохая. Плохая, ты все еще не подписан на мой телеграм-канал, это нужно исправлять. И хорошая. Друзья, всем привет, вы на канале Акстар, и я думал, что бы снять такое, и решил объединить два крутых формата. Гитарист на собеседование в музыкальную школу, он очень сильно зашел, там по 6 миллионов просмотров, просто разрыв. И малыш-виртуоз с гитарными преподавателями. И объединяем эти два формата, и получаем новый малыш-виртуоз на собеседовании в музыкальную школу на должность преподавателя. Короче, полный разрыв, на самом деле уже все снято, и это самый веселый выпуск. Если вам понравится этот формат, и мы наберем 73 456 лайков, выходит следующая часть. Все, приятного просмотра. Погнали. Здравствуйте, Илья. Видно хорошо, да? Да-да, я слышу вас. Я очень рада, что мы наконец-то созвонились. Чуть-чуть вот поподробнее про ваш запрос, про вашу вакансию, что вы ищете, почему, и какие там, может, сроки, какие условия у вас там есть. Смотрите. Значит, к сожалению, мой замечательный гитарист в ближайшее время меняет свою гиму-позицию, и ничего с этим сделать невозможно, и я срочно ищу замену. То есть как можно скорее, конечно же, хочется продолжить работу. Мы берем как частные заказы, то есть это дни рождения, выступления, праздники. Дополнительно мы занимаемся, как бы у нас есть и какие-то композиторские наработки. Поэтому я ищу профессионала. Понимаю. Расскажите о себе. У меня немножко нестандартная ситуация. Я вот с вами общался как менеджер гитариста, вот, я сейчас его позову, и он с вами уже продолжит общение и покажет вам. Просто ему достаточно тяжело это все дается. Он человек творческий, знаете. Ну, просто бы как-то не предупредили об этом заранее. Это немного необычно. Да, да. Ну, обычно людям все равно. Просто главное, чтобы хорошо музыкант играл, да и все. Вот. А тут у нас с ним уже свои отношения. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Вот. Главное, чтобы это как-то серьезно все было. Здрасте. Здрасте. Это Екатерина. Это Павел. Вот я вам про него расскажу. Ну, здравствуйте. Ну, Илья, ну, кто же так делает? Ну, я просто потратила время. Вы меня поймите. Я ищу профессионала. Я взрослый человек. Вы вроде тоже. Здравствуйте, молодой человек. А сколько вам лет? Скажите, пожалуйста. Здрасте. Мне 13. Нет, никаких шуток, ничего такого. На самом деле, просто действительно сложно в таком возрасте, ну, вы сами понимаете, найти какую-то работу, а вот, а нам она сейчас нужна, как никогда. Да, Илья, мне тоже очень нужна моя работа, которую я очень люблю поймать. И мне вот 13-летнего мальчика на сцену выпускать. У нас очень серьезный проект. Поймите, что мы выступаем от 10 до 15, ой, до 50 тысяч, извините, пожалуйста, выступления. И мне как по документам все это оформлено. Вообще ничего не понятно. Спасибо большое, конечно. Давайте не будем горячиться, просто послушайте, как он играет, а потом уже мы с вами поговорим. Понимаете, выступление, оно же должно эмоции вызывать. А представляете, вы вот на сцене будете с вот виртуозом, может быть, таким вот выступать. И вы, может быть, наоборот, больше фурора произведете. А как зовут артиста? Паша. Ага, Паша, скажи, пожалуйста, у нас вот смотри, нам нужно произведение выучивать, исполнять, что-то мы музицируем. Да, я музыкальную школу закончила, я все знаю. Все аккорды, всю вообще гармонию, полифонию, музыкальную штуку все. Одно какое-нибудь произведение, пожалуйста, мне сыграть, чтобы я понимала, с чем я вообще имею дело. Да, если в современном стиле, например, фингерстайл. Ну, я вообще все умею, но вот это одно из этих из подразделений. И переживайте. Все хорошо? Да. Давай посмотрим, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Такие всякие штуки. Так, ну ладно, ладно. Вот. Ну, не знаю. Давай попробуем. Если вам нужны вот эти аккорды, то есть вот эти всякие бои, знаете. Не знаю, что вы там исполняете. Ну, вот эти вот все мы можем сделать. Ничего себе. Мы можем вообще, ну, вывести ваше выступление на новый уровень. Мне тоже так кажется. Ты не испугаешься, не забоишься выступать? Я вообще нет. Ой, ну хорошо. Так, ну слушай, давай тогда попробуем порепетировать. Вот, я предупрежу ребят. Напиши, пожалуйста, что у тебя по возможностям, по времени. Да. А вот с моим братом лучше все ждать. Я просто... Да. Ты знаешь, если сейчас все получится, мне кажется, что в этом даже будет какая-то изюминка в том, что такой молодой участник коллектива. Он еще в том возрасте, когда не знаешь, что такое стеснение. Да, понятно. Ну ладно, Илья, извините, если я там как-то негативила, просто у меня тоже появится очень необычная ситуация. Давайте. Все. Можно идти уже? Да, да. Угу. Короче, я как-то говорил, что хочу сделать очень крутые стримы. Вот, купил барабаны, обустраиваю тут все. И я хочу приглашать различных популярных гостей и людей на стримы, чтобы они были очень интересные, такие как шоу. Вот. И стал вопрос, что нужны наушники для гостя. И мои друзья из OneMore выручили меня. Сейчас покажу вот здесь шлитика. Наушники OneMore Sonoflow. Беспроводные с активным шумоподавлением. Давайте же вместе с вами распакуем. Я эти наушники первый раз распаковываю. Обожаю это делать. Всякую технику, знаете, открывать. Такой приятный чехольчик. Но у нас не это... Вау. Офигеть, они легкие. Тут все мягенькие эти, как называется, оголовье. Вот. Регулируется все. Ну, попробуем. Вот эти амбушюры тоже очень мягкие. Итак. Ну, прилегание плотное. Но из-за того, что они сами по себе легкие очень, и тут все мягенько, я думаю, голова вообще не будет от них уставать. Вообще, наушники беспроводные, но тут есть в комплекте провод 3,5 мм. Это то, что нам нужно для стримов. И зарядка Type-C. Это круто. Современно. Звук очень крутой. Че, по технически могу сказать, что здесь высокая передача данных. 40-мм динамик очень детализированно воспроизводит звук. И 12 режимов эквалайзера для различных музыкальных жанров. Конечно же, активное шумоподавление QuietMax и возможность переключаться в режим прозрачности, чтобы слышать все, что происходит вокруг. Вот, тут по кнопочке берешь и погружаешься в другой мир. До 70 часов работы на одной зарядке. Заряжаются очень быстро. 5 минут по зарядке хватает на 5 часов работы наушников. Представляем всю ситуацию. Опаздываем на самолет. Забыли зарядить наушники. Втыкаем на 5 минут и все, и на весь полет хватает. Это же очень круто. Также тут суперинтеллектуальная умная система из 5 микрофонов. Если вы вообще хотите узнать про эти наушники подробнее, ссылочку оставлю в описании. Мне очень нравится. Спасибо большое, что вот подогнали такую штуку. Красота. Красота. Погнали дальше к ролику. Здравствуйте. Здравствуйте, да. А где, собственно, соискать рабочее место? Папа ваш, наверное? А, нет, это вот я. Ну, на преподавателя. Ну, как? Ну, подождите. Какой же? На фотографии не вы? Ну, я просто знал, что если я... Вы узнаете возраст, вы даже не хотите поговорить. А я вот хотел убедить вас. В чем убедить? Ну, что я могу преподавать. Какой же вы преподаватель? Вам бы еще поучиться самому, наверное, надо. Я бы музыкальную школу закончила. Музыкальное образование есть. Подожди. Ну, музыкальная школа – это самая первая начальная ступень образования. И как вы можете преподавать? Ну, надо закончить, ну, хотя бы музыкальное училище. А желательно бы и высшее учебное заведение. Да, мне можно много, не надо мне платить даже. Да, не в этом дело. Просто ваших знаний может не хватать для того, чтобы учить... Я вот и позвонил, чтобы доказать, что моих знаний может быть достаточно. Вот как... Подождите, сколько вам лет? Мне уже 14 почти. А по законодательству российскому вы можете разве работать уже? Я думала, как-нибудь, может, что-то придумаем. О, как бы, мы же учебное заведение, аккредитованное государственное. Ну, что мы там можем придумать? Я вот видео смотрел на интернете, как обучаться. Как обучать, точнее. О, ну, так тогда вы откройте свою школу и обучайте. Ну, у меня вообще есть своя школа. Вообще-то, да, у меня реальность гитарная школа, где почти 7 тысяч учеников, но я решил этого ему не говорить. Да. А, кстати, там сейчас еще и скидки новогодние. Там вот... А зачем к нам вы тогда хотите? Чем вам наша школа так нравится? Ну, в плане не школа у меня, но там друзья учатся. Ну, как, приходят ко мне, а я вот всем показываю. Но это же не школа настоящая. А, друзья учатся в нашей школе? Нет, у меня, ну, как бы у меня дома. Приходят, и я им показываю. Вы вообще знаете про гитару? Я могу много что рассказать. Что-то знаю, но что... Мне не надо рассказывать, я не ученик. Ну, мы можем представить так. Я вам, правда, могу научить вас играть. Честное слово, времени много нет. Пошутили, и, наверное, хватит. Приходите через несколько лет, когда закончите учебное заведение, повзрослеете. Ну, вот тогда приходите, и мы с вами тогда поговорим. И свою фотографию, кстати, выставляете на будущее. Современно есть направление, я фингерстайл, вот знаю. Наверное, у вас такого нет, я не видел на сайте. У нас вот гитара, джазовая гитара. Да, такого-то у вас нет, может быть, вам нужно такое. Вы послушайте. Ну, давай, стоп. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как сказал ты фингерстайл? Фингерстайл. Если вам нужно, я вот там. Фингерстайл. Ну, да, приходят у нас дети, спрашивают что-нибудь такое сегодняшнего дня музыку. Ну, давайте так сделаем. Подходите к нам. Подходите. Я вас познакомлю с нашим преподавателем гитары. Он человек, любящий эксперименты. Вот, возможно, вы с ним найдете общий язык, и как-то уже, может быть, будете как-то его ассистировать ему. Угу. Все, хорошо. Я вот, смотрите, я еще и классическую, если нужно, там. Там, конечно. Ну, ладно, хорошо. Ему тогда все и покажете. Да, все, класс. Я почти что уже преподаватель, получается. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ну, молодец. Приходи, звони. Все, да, я обдумаю и позвоню. Все, спасибо. Ребята, сегодня вышла моя первая песня. Трек просто пушка, поэтому, когда смотрим видос, бегом слушать трек, скидывать друзьям. Вот, нужно пробиться в чарты. А также напиши в комментарии, как тебе трек, чтобы был какой-то фидбэк. Все-таки первый раз он такой. Алло. Здравствуйте. А, Павел? Да. Вот, я. Гитарист. Да, гитарист в группу. Переподавец. Да. Это я. Вот, гитара моя. Ну, гитары есть, тоже хорошо. Слушай, я как-то не ожидал. Там фотография. Ты постарше значительно. Я просто, это мой дядя. Я вообще гитарист. Но просто люди думают, что вот я там, потому что маленький, и даже разговаривать со мной не хотят. А я вот хотел пообщаться с вами. Может быть, у меня получится вас убедить, что я достойна. У нас серьезная команда. Барабанщику 40, и вообще всем больше 18. Ты по возрасту просто даже вряд ли подойдешь. И опыта у ребят побольше. У меня просто мечта. Я мечтал в группе на гитаре играть. Я вот в музыкальной школе даже играл. И там у нас был оркестр. Там я играл на балалайке. Ну, то есть у меня есть понимание, как играть в группе. На балалайке? Ну, да, но гитара-то то же самое. А ты слушал, что я тебе присылал? Конечно. А как, извините, можно на ты или на вы все-таки в одной группе? Подожди. Да, давай на ты. А ты вообще на гитаре умеешь играть? Да, я играл на электро и на бас-гитаре. Ну, то есть, понимаешь примерно, вот, как тут все устроено. Да, конечно. То есть, ну, не нужно объяснять. Ну, ты можешь рассказать, как ты видишь. Ну, я понимаю, для людей, которые в гитаре не очень шарят, это, возможно, сложно. Но я потом все расскажу. Ну, давайте я сыграю. Давай я сыграю. Сейчас. Как же? Извини. Сейчас. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Браво! Ну, то есть, да. Слушай, я не верю своим глазам. Сколько тебе говоришь лет? Ну, мне вот 14 будет скоро. Через полтора года. То есть, 12. Слушай, ты хорошо играешь. Спасибо. Ну, то есть, вот, и вот эти вот всякие соляки там. Я специально подобрал произведение, чтобы сыграть вот с такими, вот такими, которые вам нужны как раз. Вот такие вот. Слушай, а до тебя просто с двумя ребятами, они только баре-аккорды берут. Вот поэтому, если нужно, я могу вот приехать как на репетицию. Там можем уже посмотреть, если вдруг, ну, можно мне. Слушай, я не знаю. Ну, хотя бы просто попробовать это, если... Ну, у меня просто мечта всегда была сыграть вот с барабанщиком. Это же вообще классно. А давай. У нас репетиция суббота. Мы будем собираться на студии. Приглашаю тебя. Классно. Ну, вот, я из Питера, поэтому нам нужно билеты взять. Вот. И можно я возьму... Ну, точнее, меня иначе не пустят, ну, с родителями. Приеду. Они там сидят, мешать не будут. Да. Слушай, я думаю, они должны увидеть... Да, вообще, у меня, знаете, у меня девушка... У меня девушка есть, ну, девочка вот в школе. И я ей сказал, что я гитарист в группе. А группы-то нет. Теперь-то, ну, мы видео запишем, я ей покажу, она вообще... Как там? Да. Ёл. Слушай, парни офигеют. Когда я тебя покажу им, это... Это вообще... Улёт. Да. Нет, сейчас никто не поверит. Я вообще, ну, буду говорить всем, что я теперь в группе. 5-5, я спрятую все координаты, как добраться... А можете со мной, ну, поздороваться, как вот со своим этим... Ну, то есть, как будто я ваш, там, давно уже в группе. Ну, хотя ладно, это, наверное, странно будет. Ну, как-то вот так вот, как рокеры здороваются, там. Ну, в общем, ладно, извините, это... Субтитры сделал DimaTorzok